Удосконаливание методов контролю. С минулого месяца гомельские инспекторы ДАИ начали больше активно выкористовывать камеры на зеранне. Новые формы работы с видой фиксацией позволяют сочет за дорожным становищем с максимальной пильностью. Под обязанности в наступном сюжете. Гомель. Пересечение улиц Советской и Хатаевича. Женщина идет по пешеходному переходу. Яна Амальда шла до тротуара, как перед ее проехал легковый автомобиль. Водитель порушил правила дорожного руху, и он был повинен спыниться и пропустить пешехода. Але не зарабил этого. Супрацовник ДАИ, який сочил за ситуацией перед экраном монитора, не покинул инцидент незауваженным. Инспектор оперативно высветлил, кто владельник автомобиля, и выкликал его у дежурную часть. Сгодно обновленному административному кодексу, молодец человек обышался по переджаням, калі подобная паутарыца отрымая штраф. Водитель целком признал свою вину и згодный. Узмоцененный контроль за дорогой – мера необходная. В целом это правильно, из-за того, что меньше нарушений будет. Ну и мне стало понятнее, что я действительно был неправ. Своим знакомым могу рассказать, что не стоит так делать. Сейчас это предупреждение, а в следующий раз это штраф, ну то есть карается. Ну и в целом просто светлое время суток, поэтому я так и решил проскочить. Если бы было темно, ну то есть если бы я видел, какая-то плохая обстановка была, я бы так не сделал. Методы работы с камерами на зеране у супрацовника УДАИ розные. Милиционер отразу после фиксации правопорушения может экстренно передать ориентировку патрульным инспекторам поблизу. Тые у свою чергу затримливают автомобиль порушальника и разбираются на месте. Держаутоинспекция отзначая – контроль за дорожной ситуацией становится усюобдымным. Хотим, чтобы эта методика у нас разошлась среди водителей, чтобы они понимали, что сотрудники госинспекции не только там, где присутствуют, следят за соблюдением правил дорожного движения, но и с помощью камер наружного видеонаблюдения отслеживают факты грубых нарушений ПДД и, соответственно, потом принимают меру по привлечению виновных к установленным законам ответственности. Зараз таким чином у Гомеля контролюется улица Советская. У худким часе кропки вида на зеранне з'явятся на Рычицком проспекте и в улице Ильича. А кроме того, треба памятать – милиция выкористовывает любые знадворные камеры на зеранне, которые позволяют фиксовать дорожное становище на тем-те иншем участку. Усюдели максимальные безопасности водителей и пешеходов. Миколай Скинціян, Валера Гапанько, Телерадо, компания Гомель.